Незримая нить, которая соединяет сердца белорусов и россиян. По Доржевам сегодня торжественно открыли мемориал советскому солдату. Участие в церемонии принял Александр Лукашенко. Вместе с Владимиром Путиным, рабочий визит в Россию, напомню, состоялся по приглашению российского коллеги, наш президент отдал дань памяти павшим героям. Во время церемонии главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, затем к подножию мемориала легли цветы, прозвучали гимны обеих стран. Мемориал по Доржевам воздвигнут на месте кровопролитных боев. Здесь погибли, по разным оценкам, от миллиона и более советских солдат. Центральный объект комплекса 25-метровый бронзовый солдат. Скульптура стоит на 10-метровом кургане и воплощает собирательный образ павших воинов. Создан памятник на пожертвование по инициативе ветеранов. Идею поддержала и наша страна. Треть необходимой суммы выделена из бюджета союзного государства. Открытие этого мемориала, торжества на прошлой неделе в российской столице, митинг реквием Брестской крепости, парад 9 мая в Минске, еще раз показывают, что это наши общие победы, наша победа памяти, слава, которую мы впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений. Незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и прежде всего белорусов и россиян. Мы не позволим умолить значение великой победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь, Россия, заплатившая миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении. Судьбы, оборвавшиеся на войне, всегда будут отзываться в нас незаживающей раной. А важнейшим нравственным ориентиром, как и сейчас, будут служить мужество и стойкость наших отцов, дедов, прадедов, их безграничная любовь к родине, преданность отечеству. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках. Беречь, сохранять историческую правду, как живую нить, объединяющую поколение и в нашей стране, и за ее пределами. Затем главы государств присоединились к международной акции «Сад памяти» и высадили саженцы ели. Акция стартовала в марте, а по ее окончании в странах СНГ на 27 миллионов деревьев должно стать больше. От волонтеров поступило предложение завершить акцию через год в Бресте. Александр Лукашенко его поддержал. Кроме этого, лидеры двух стран сегодня посетили филиал Центрального музея Великой Отечественной войны, посвященный Ржевской битве. Пятый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы. Разгрузка идет в ближайшее время, а черное золото начнет поступать на территорию нашей страны по нефтепроводу Одесса-Броды. На борту 85 тысяч тонн нефти. Предназначено для Мозырского НПЗ. Там сырье должно оказаться после 10 июля. Ранее Азербайджан поставил больше 330 тысяч тонн черного золота. Всего в этом году намечено до миллиона тонн. Работа по другим альтернативным поставкам продолжается. Новый кодекс об административных правонарушениях может вступить в силу в начале следующего года. Сегодня проект в первом чтении приняла Палата представителей. Документ в целом обновился более чем на 40 процентов. У правонарушений три категории. Проступки значительные и грубые. Главный критерий – тяжесть последствий. По новому кодексу, плативший штраф за административные проступы, гражданин не будет считаться нарушителем. Год. А вот волнующие автовладельцев вопрос бальной системы штрафов пока отложили. Создан Институт профилактических мер, увеличился список оснований для освобождения от административной ответственности, мягче наказания и для несовершеннолетних. Эта сфера на сегодня требует очень большого внимания, поскольку это все-таки формирование будущего поколения и его правопослушного образа жизни. Да и вообще подходы, которые избраны к несовершеннолетним в первую очередь – это профилактика, это информирование, это предупреждение дальнейшего совершения правонарушений, они распространяются и на весь кодекс, поскольку предполагается, что лицо, которое впервые совершило административное правонарушение, которое раскаялось, загладило ущерб. Стоит вопрос о том, необходимо ли применять строгие меры. Сегодня завершилась весенняя сессия Палаты представителей. Председатель Нижней Палаты парламента отметил, в первую очередь важно восстановить работу экономики, подготовить пакет бюджетных документов на 2021 год. Владимир Андриченко поставил задачу проанализировать ситуацию, связанную с пандемией, и продумать, как использовать потенциальные возможности в непростой период. Передовые технологии, качественный процесс обучения – все это новый специализированный комплекс на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров Комитета судебных экспертиз Беларуси. Оснащены аудитории по последнему слову техники, здесь и 3D-принтеры, и новые лаборатории. Отрабатывают навыки и на учебном криминалистическом полигоне, где можно воссоздать обстановку любого происшествия. За последние пять лет на базе Института освоены 18 специальностей. Еще два внедрят в этом году. Мы уникальны в своем роде, что на постсоветском пространстве. В общем-то, таких учреждений, как наши, очень немного, они единичны. Наш Институт, помимо потребностей, госкомитет удовлетворяет еще потребность и в том числе людей, желающих заниматься самостоятельно судебными экспертизами. Это почерковическая экспертиза, товаровическая, автотоваровическая. Востребованность сегодня в новых видах экспертизы, она общеизвестна. К примеру, возьмем такие виды экспертизы, как лингвистические, части оскорбления, разжигание розни и так далее. Мы идем всегда на опережение. Не просто внедрили в практические подразделения новые виды этих экспертиз, но и сейчас освоили и внедрили новую учебную базу. Ежегодная переподготовка в институте проходит более тысячи специалистов, в том числе зарубежно. Белорусский опыт работы перенимали судебные эксперты из Казахстана, Узбекистана и ОАЭ. Лесной пожар в американском штате Юта стал причиной срочной эвакуации. Жители более чем трех тысяч домов в городе Сарагота-Спрингса, а это 13 тысяч человек в зоне риска. Горит более 400 гектаров леса. Ветер способствует распространению пламени. В районе пожара зарегистрировано многократное отключение электроэнергии. Данных о серьезных повреждениях и пострадавших пока нет. Одежду с национальным колоритом подарили сегодня самым маленьким жителям Гомеля. Областной центр принял эстафету республиканской патриотической акции «Подари новорожденному вышиванку». Шесть мальчиков и восемь девочек появились на свет в минувшие выходные в родильном отделении областной больницы. В канун Дня независимости для них символичные белые распашонки с красными узорами. Правда, с учетом непростой эпидситуации, малышей оставили в палатах. Подарки получали мамы. Праздник прошел на свежем воздухе с соблюдением дистанции. Это не только символ страны, это как и защита для ребенка на будущее. Будем надеяться, что они будут расти здоровыми, полноценными гражданами. Неспроста издревна вышиванка у наших предков ассоциировалась с чем-то мощным. Это своего рода генетический код, заложенный предками. Мы выступаем за сохранение белорусской национальной государственности, за сохранение традиций. И уверены, что эти мальчишки и девчонки станут настоящими гражданами Республики Беларусь и большими патриотами своей страны. До 3 июля костюмы с белорусским орнаментом привезут в каждый роддом региона. А детей, которые появятся на свет в День независимости, ждут особые подарки. Какие? Пока это секрет. День независимости.